В третий раз Ненинский округ стал площадкой для обсуждения развития телемедицины в Арктике. Сегодня в Наринмаре начала свою работу международная научно-практическая конференция с участием российских и зарубежных коллег, которые обсуждают состояние и перспективы развития электронного здравоохранения в регионах Арктической зоны. Конференция, которая проходит в Ненинском округе раз в два года, нацелена консолидировать усилия экспертного сообщества по поиску конструктивных решений и проблем обеспечения доступности и качества медицинской помощи в условиях Крайнего Севера. Все подробности далее. Участники форума обсудили международный опыт практического применения телемедицинских технологий в удаленных районах, вопросы законодательного обеспечения телемедицины, возможности телемедицины для реализации специфических медицинских задач. А сейчас появляется еще новая технология, которая касается того, что пациент, который получил медицинскую помощь в федеральном центре, он может продолжить в этом центре наблюдаться. То есть если его там прооперировали, назначили ему сложное медикаментозное лечение для восстановления, и потом врачи местные, они даже не всегда представляют себе тот набор лекарственных препаратов, который пациенту применяется. И у нас появляется сейчас возможность, что мы можем организовать стационар на дому, стационар на выезде где-то, где люди будут продолжать общаться с одним врачом, который его оперировал, который выводил из состояния послеоперационного состояния, и таким образом поднять качество оказания медицинской помощи. Телемедицинские технологии – технология будущего, и наибольшую востребованность они имеют именно в северных труднодоступных регионах страны. По словам Георгия Лебедева, следующий этап в электронном здравоохранении – математическая обработка данных создания искусственного интеллекта. Когда вообще пациенту, если нет возможности достучаться до врача, он может как минимум еще пообщаться с информационной системой, которая подскажет ему, как себя вести и как сделать так, чтобы не навредить своему здоровью. Мы надеемся, что это будет очень важно, нужно. Впрочем, телемедицинские технологии уже сейчас успешно и широко применяются в медицинской практике, особенно в консультативной части, например, когда необходима квалифицированная помощь узкого специалиста. Современное оборудование должно дистанционно передавать всю информацию для дистанционной расшифровки, дистанционной интерпретации всего, что было снято, поскольку как ваша, так и наша территория – это, по сути, низкое количество узких специалистов на местах. Поэтому такое, конечно, оборудование не нужно, оно позволит более качественно оказать помощь нашим пациентам, не прибегая к каким-то большим финансовым затратам. В фойе конференции, стендовые доклады, экспозиции, телемедицинские технологии представлены в действии. Например, специально разработанный для северных территорий и уже опробированный военными телемедицинский кабинет от компании ICL. В комплекте все, что нужно – передвижной и переносной телемедицинские комплекты, портативный УЗИ-аппарат и другое оборудование. Все оно имеет интеграцию с оборудованием Ненецкой окружной больницы, хоть сейчас подключая в любом населенном пункте и работой. Оборудование производителя ICL-техно позволяет собрать полностью и оборудовать телемедицинский кабинет в полном его понимании. У многих производителей есть отдельные элементы, которые нужно собирать в различных производителей, комплектовать, интегрировать и так далее. Это оборудование в скором времени будет установлено в окружной больнице. Кабинет позволит быстро проводить лабораторные функциональные исследования, лучевую диагностику. У нас в регионе сделана дешевая интеграция с медицинской системой, которая стоит в регионе Ненецкого автономного округа. И врач удаленно может оперативно посмотреть данные и передать уже, непосредственно поставить диагноз и передать информацию в удаленную точку, где развернут данный медицинский комплекс. Единственная проблема, которая стоит на пути развития телемедицинских технологий в северных районах – отсутствие устойчивой связи. Что касается зарубежных коллег, то в копилку трудности они добавляют дефицит квалифицированных специалистов. Так, норвежские медики делают ставку на общую стандартизированную базу данных всех пациентов страны. Это один частный сегмент глобальной системы телемедицины. Совершенно первая и самая главная проблема – это рекрутировать сотрудников в медицинские учреждения, в медицинские центры, не просто в медицинских сотрудников, а людей с хорошим качеством знаний и навыков. Это абсолютно первая проблема. Кроме того, участники конференции подчеркнули, что в связи с введением в правовое поле понятия телемедицина и регламентацией процессов оказания такой помощи на законодательном уровне, с 2018 года открываются новые возможности для дальнейшего опробирования пилотных проектов по развитию телемедицины на различных площадках, в том числе и в Ненецком автономном округе. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал Север.